МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости дня. Здравствуйте. В студии Артём Гарнов. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожароопасная обстановка в регионе. В МЧС области мониторят ситуацию при помощи дронов. Оренбургские медики будут работать в военном госпитале. В зону СВО готовы отправиться главный врач Акбулакской участковой больницы. Потушить машину за 5 минут. Бузулуки, сотрудники ППС и очевидцы оперативно справились с возгоранием. Больше половины россиян готовы брать подработку и совмещать ее с основным заработком. Аналитики делают выводы, почему так происходит. Онкодесант готов к новым территориям. Врачи областного онкологического диспансера ждут жителей Бузулука и Бугуруслана. В Оренбурге стартовал областной фестиваль рабочего спорта. Традиционные соревнования Виктора Черномырдина собрали команды из 11 муниципалитетов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем с предупреждения от регионального МЧС. В четверг будет жарко. Воздух прогреется местами до плюс 35 градусов. Преимущественно в западных и центральных районах области. Будьте осторожны. Особенно это касается детей и пожилых. Старайтесь минимизировать время пребывания на солнце и соблюдайте питьевой режим. Также в связи с жарой на территории шести муниципалитетов Оренбуржии прогнозируется высокий уровень пожароопасности. Это касается Орска, Солилецкого городского округа, Элегского, Агбулакского, Светлинского и Кваркинского районов. Это данные Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты населения Оренбургской области. Ну а мы продолжаем. Сотрудники МЧС мониторят пожарную обстановку с помощью беспилотников. Также ежедневно проводят рейды и подворовые обходы. Сжигать мусор на участках даже в железных емкостях сейчас категорически нельзя. Сотрудники МЧС области, как правило, делают акцент на жителях частного сектора и дачниках. В ход идут в том числе и троны. Для того, чтобы выявить нарушителей и определить участки возможного возникновения пожара, мы запускаем беспилотники. С воздуха, например, можно увидеть места с заросшей травой. От нее нужно своевременно избавляться, так как она может способствовать быстрому распространению огня и принесет огромный ущерб имуществу и соседям. Владельцев таких земель мы стараемся сразу предупредить. Не прекращается данная работа вечером и в выходные, отмечают в региональном МЧС. Так, накануне вечера на территории Оренбурга выявили нарушителя, который сжигал сухую траву вопреки требованиям особого противопожарного режима. Мужчина привлечен к административной ответственности. Ему придется заплатить штраф. За поджог сухой травы физические лица заплатят от 2 до 3 тысяч рублей. Должностные – от 6 до 15 тысяч. Юридические лица – до 200 тысяч рублей. А вот если поджог травы привел к пожару, к причинению вреда имуществу, здоровью или жизни человека, то в таком случае не избежать и уголовной ответственности. К другим темам. Оренбуржцы-медики продолжают оказывать помощь нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции. Главный врач Акбулакской участковой больницы, хирург Жанна Шуланова, в ближайшие дни отправится на фронт. Там медик будет работать в военно-полевом госпитале. Женщина уверена, что долг настоящего врача – быть там, где помощь необходима. Информацию публикует губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале. Вот что написал глава региона. Наши медики спасли не одну жизнь бойцов и мирных граждан. Спасибо всем, кто сегодня рядом с нашими защитниками в самые трудные минуты. Вы очень нужны здесь, а там просто незаменимы. Помните, что мы всегда вас поддержим и ждем вашего возвращения домой. Продолжают приходить вести с передовой. Оренбуржцы вновь отличились силой духа и мужеством на фронте. На территории Луганской Народной Республики прошло награждение добровольцев 6-го штурмового отряда специального назначения «Барс». Государственными наградами ЛНР удостоены 6 человек. 5 бойцов получили медали за боевые заслуги, медаль за отвагу. Наградным крестом 4-й степени награждены 3 человека. За добросовестное нанесение службы 28 казаков поощрены ценными подарками командира 6-го отряда «Барс», сообщает информационный портал РИО-56. Подготовка к открытию полным ходом. Сейчас в новой областной детской клинической больнице устанавливают оборудование и мебель. Строительство медучреждения началось в 2020-м и стало одним из самых масштабных проектов здравоохранения. Сегодня можно говорить в полной мере о возможностях современного детского центра. Съемочная группа ОРТ прошлась по новым кабинетам. Все подробности у Елены Ереминой и Игоря Бероева. Мы находимся в операционной, в оперблоке. Это одна из умных операционных. В областной детской клинической больнице сейчас ждут поставку операционных столов и наркозных аппаратов. Совсем скоро их будут устанавливать. Именно здесь, в центре операционной, будет расположен операционный стол. В любое время хирург сможет уточнить всю необходимую информацию с помощью новейшего оборудования. Медицинское оборудование уже готово. Встроенные в стены мониторы позволят хирургам во время операции наблюдать за своими действиями. А также при необходимости оперативно посмотреть рентгеновский снимок, историю болезни оперируемого. Все открывается за считанные секунды. Посмотреть протокол предыдущей операции, например, если операция повторная. Конечно, они смотрят перед тем, как ее вообще начинают. Но мало ли, какой-то момент уточнить, какой-то размер, какое-то направление движения. Всегда есть возможность здесь это открыть, посмотреть. Заложенная из системы передачи информации можно демонстрировать то, что происходит в операционной по закрытым каналам связи. Только в этом блоке медучреждения в 8 операционных есть и другие. Это для пациентов, которым необходима экстренная помощь. Непосредственно в своем приемном покое. В небольшом расстоянии у нас располагается экстренная, умная операционная. Сейчас операционная полностью готова. Проходит пуск на лодочную работу. Сегодня в лечебном учреждении идет монтаж оборудования, в том числе системы медицинского газоснабжения. Лечебные газы нужны во многих областях современной медицины. Хирургии, анестезиологии, пульмонологии, эндоскопии, диагностики, калибровки медицинского оборудования и многих других. В каждой палате будет все необходимое для пациентов. Предусмотрена специальная мебель, чтобы пребывание оренбуржцев в медицинском учреждении, в том числе и с родителями, было комфортным. Многофункционально удобные, можно как удобно ножки, ручки поднять, спинку приподнять, поручни очень удобные. Легко маневренные по больнице здесь катать есть. Помимо кровати, в палатах шкаф, тумбы, стол, холодильник. В новой больнице будет отдельно обустроенная учебная зона. Пациенты смогут лечиться, не отрываясь от образовательного процесса. Обустраивают сегодня и прилегающую к зданию территорию. Детская площадка со скамейками и специальными зонами позволит дышать свежим воздухом с комфортом. Медучреждение сможет принимать ребят не только из Оренбургской области, но и других регионов. Есть 430 коек. Строительство больницы началось в 2020-м. Проводилось в рамках национального проекта здравоохранения. Елена Ерёвна, Игорь Бероев. Новости дня. Правоохранителям приходится оперативно действовать в любой нестандартной ситуации. Так, в Бузулуке сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на маршруте, увидели около одного из частных домов две «Газели». Из-под капота одной машины выходило пламя. Вооружившись огнетушителями и служебных автомобилей, полицейские начали тушить возгорание. Давай еще! Огнетушитель! Давай! Давай, 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 давай! Однако этого оказалось мало. Тогда полицейские начали останавливать мимо проезжающие машины и просить о помощи водителей. Совместными усилиями пожар был потушен. Ушло на это около пяти минут и более десяти огнетушителей. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной возгорания, как было установлено позже, стало замыкание аккумулятора. Продолжаем. К нам в редакцию обратились жильцы дома номер три по промысловому проезду. Люди пожаловались на бездействие управляющей компанией 23 микрорайон. В подъезде давно не было ремонта. Лифты то и дело ломаются. Уборка должным образом не производится. Трубы в подвале текут. С внешней стороны разрушен стелобат. Сюжет вышел в эфир, но вот позицию управляющей компании мы услышали только сегодня. Все это время руководитель якобы был занят на объектах. За обслуживание дома собственники платят от 700 до 1700 рублей. Это внушительная сумма для семейного бюджета. Поэтому люди хотят получать услуги в полной мере. Управляющей компании ситуацию знают и готовы все исправить. Говорят, простой в делах связан с незаконным переходом домов, которые были введены управляющей компании 23 микрорайона в другую. В данной ситуации разбиралась прокуратура области. После проверки надзорного ведомства все дома, которые без согласия жильцов были переданы другой компании, вернулись на свои места. Сейчас мы активно приступили к обслуживанию. То есть текущий ремонт у нас был запланирован, но так понимаете, как если в лицензии домов не было, мы его выполнять не могли. Что касается капитального ремонта, то исполнительным жилищно-коммунальным услугам капитального ремонта является фонд бандернизации по Оренбургской области. Стороной главного фасада данного дома находится стеллобат, который у нас не входит в состав общего имущества. Управляющая компания обслуживает только то, что нам определили собственники при голосовании. Нами было принято решение сейчас инициировать иск в суд на администрацию Южного округа для побуждения выполнения данных видов работ. Трубы в подвале чинят по первому требованию, говорит управляющий УК 23 микрорайон Евгений Сидоров. Их замена относится к капитальному ремонту, то есть тоже в отчина фонда модернизации ЖКХ, как и замена лифтов. После выхода сюжета с жалобами в эфир ситуацию прокомментировали в госжилинспекции Оренбургской области. Причиной невыполнения ремонта и отсутствия надлежащего содержания мест общего пользования в данном многоквартирном доме является перенос сроков ремонта в связи с передачей данного дома в период с 1 июня по 13 июля 2023 года в управление компании «Созидание». Также по информации, представленной управляющей организацией, ремонт будет проведен в третьем квартале. Обществу принимаются меры по устранению загрязнений в местах общего пользования. В случае непроведения ремонта и невыполнения обязанностей по содержанию общего имущества, направьте, пожалуйста, письменное обращение в инспекцию. В ближайшее время руководство управляющей компании «23 микрорайон» намерено собрать инициативную группу жильцов дома, чтобы обсудить насущные проблемы. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что вы увидите далее в программе. Больше половины россиян готовы брать подработку и совмещать ее с основным заработком. Аналитики делают выводы, почему так происходит. Онкодесант готов к новым территориям. Врачи областного онкологического диспансера ждут жителей Бузулука и Бугуруслана. В Оренбурге стартовал областной фестиваль рабочего спорта. Традиционные соревнования Виктора Черномырдина собрали команды из 11 муниципалитетов. Это новости дня. Мы продолжаем. 62% россиян устраиваются на подработку. Об этом сообщает российская газета. В исследовании приняли участие более 700 человек. Больше половины россиян подрабатывают периодически или на постоянной основе. Об этом свидетельствуют результаты исследований русской школы управления, аналитики которой проводили опрос сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса. При этом 52% респондентов готовы взяться только за одну подработку. Вести параллельно несколько подработок готовы 34% опрошенных. 14% пока не определились с возможным числом подработок. 44% опрошенных получают дополнительный заработок благодаря фрилансу. 41% работают на удаленке. 33% подрабатывают в гибридном формате. Жители страны признаются, что брать дополнительную работу приходится, чтобы увеличить свои доходы. Об этом говорят 82% опрошенных. 45% хотят профессионально вырасти. А 5% занимают тем самым свое свободное время. Но сейчас информация для тех, кто следит за ситуацией на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка России на вашем экране. В Оренбургской области проводится субботний онкодесант. Это профилактическая акция, которая стартовала в 2018 году. Специалисты Оренбургского областного клинического онкодиспансера выезжают в районы и проводят консультации. Профилактическая акция проводится в регионе с 2018 года. Специалисты посетили 7 районов. Акбулакский, Александровский, Новосеркевский, Осикеевский, Тюльганский, Матвеевский. Работали и в Сурелецком городском округе. Врачи осмотрели 560 человек. Из них 90 с подозрением на злокачественное новообразование отправлено на дообследование и лечение. В этом году запланировано еще 21 выезд территории. В составе онкодесанта – онколог, мамолог, онкоуролог, онкогинеколог, дерматолог, онколог органов головы и шеи. 28 июля врачи областного онкодиспансера будут работать в Угруслане. 29 июля – в Пузулуге. И в продолжение медицинской темы. Предупрежден – значит вооружен. Медики говорят, своевременное обследование поможет избежать осложнений при многих заболеваниях. Далее речь пойдет об инсультах. Большинство случаев заболеваний приходится на людей старше 55 лет. Женщин и мужчин примерно в равной степени. Как не пропустить опасный момент? Рекомендации от врача по медицинской профилактике Ирины Милюковой. Далее рубрика «Две минуты о здоровье». После вернемся в эту студию и продолжим. Артериальная гипертония, нарушение сердечного ритма, сахарный диабет, атеросклероз сосудов, пожилой возраст – это основные факторы, которые могут привести к нарушению мозгового кровообращения. Для предупреждения инсульта необходимо постоянно контролировать уровень артериального давления, вести его дневник, фиксировать наличие нарушений сердечного ритма. Необходимо поддерживать оптимальный уровень глюкозы крови и холестерина. Крайне важно отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, поддерживать высокий уровень физической активности, бороться с ожирением. Однако мозговой удар может развиться и у внешне здоровых людей. Большой стаж курения, употребление более 15 сигарет в день – это частая причина инсульта у молодых. Цифры своего артериального давления необходимо знать, чтобы вовремя принять меры для его снижения при необходимости. Снижение давления на 8-10 мм ртутного столба вдвое уменьшает риск развития инсульта. От инсульта могут в большей степени обезопасить следующие жизненные правила, которые следует ввести в привычку. Регулярные физические нагрузки, соответственно состоянию здоровья, увеличение доли овощей в питании, ограничение соли, жирной пищи и сладостей. Ежегодное прохождение инструментального исследования, электрокардиография, проверка у окулиста глазного дна. Полноценное лечение диагностированных заболеваний – тоже один из методов профилактики этого грозного осложнения. Внимательно относитесь к своему организму. Долгих вам лет здоровой и активной жизни. К другим темам. Какую поддержку сегодня могут получить многодетные семьи в Оренбургской области? Смотрите далее. Игнатовы – призеры областного конкурса «Семья года-2023». В семье подрастают трое детей. Старшие дочери Вика и Женя уже школьницы. Увлекаются танцами, плаванием и рисованием. Ходят в театральную студию. Самый младший сынок Андрей – большой любитель футбола. Родился четыре года назад, как раз когда началась реализация национального проекта «Демография» и его региональной составляющей – финансовая поддержка семей при рождении детей. Для решения жилищной проблемы Игнатовы воспользовались всеми возможными видами помощи от государства. Это субсидии для многодетных, региональный материнский капитал и бесплатный земельный участок в собственность. Увидели, что планируется рассмотрение закон о материальной помощи к многодетным семьям по программе. Вроде бы проходим. Дождались, когда закон действительно выходит. Собрали необходимый пакет документов, обратились в банк. И в течение месяца пришла капитация части ипотеки. Но это очень приятно для большой семьи. Сегодня региональный проект предусматривает четыре меры поддержки. Единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей. Ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующего детей до достижения трехлетнего возраста ребенка. Возможность воспользоваться за счет средств ОМС процедурой экстракорпорального оплодотворения в случае бесплодия. И сертификат на региональный материнский капитал. Он как раз нацелен на то, чтобы количество детей рождалось больше. То есть если федеральные дают первого за второго ребенка, то мы как раз поддерживаем третье рождение. Наш региональный материнский капитал постоянно индексируется. В этом году его стоимость составила 136 тысяч рублей. И проиндексировано было на 5,5%. В 2023 году в Оренбургской области на реализацию регионального проекта по финансовой поддержке семей планируется направить более 2 миллиардов рублей. В Оренбурге стартовал областной фестиваль рабочего спорта. Традиционные соревнования памяти Виктора Черномырдина собрали команды всех городов и городских округов нашего региона. Это финальный этап. Сначала трудовые коллективы определяют самых спортивных на своем предприятии. Затем соревнования проходят на городском уровне и сильнейшие составляют сборную муниципалитета. Торжественное открытие 19-го фестиваля состоялось на главной арене областного центра СКК Оренбуржья. Парадом прошли 11 команд в яркой экипировке. Практически каждая форма решена в цветах флага родного города. Традиция фестиваля рабочего спорта была заложена по инициативе областного общества профсоюзов при поддержке множества производственных коллективов. В 1987 году на волне успеха игр «Золотой колос» для сельских спортсменов учредили соревнования и для городских. Раньше чуть ли не главным событием фестиваля становилась церемония торжественного открытия. На центральном стадионе муниципалитета при полных трибунах проход команд – обширная развлекательная программа. Со временем регламент менялся. Например, на предыдущих 18-х соревнованиях в Гае во главе угла были противоковидные требования, и открытие преобразовалось в эстафету Олимпийского огня. Фестивали проходили в разных городах. Сначала ежегодно, а впоследствии – раз в два года. Первый фестиваль прошел на территории города Новотроицка еще в 1987 году. С тех лет мы постоянно участники данного спортивного мероприятия. Регламент немножко в этот раз изменился. Добавились новые виды спорта. Еще соперников не знаем, но и они нас не знают. Поэтому будет интрига. Новые дисциплины действительно добавляются. Сейчас в фестивале 11 видов спорта. Волейбол, бильярд, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, гиревой спорт, шахматы. В текущей обстановке отказались от футбола в пользу баскетбола 3 на 3. Второй раз подряд включено плавание и состязание спортивных семей. Программа соревнований варьируется. Неизменным остается, пожалуй, только лидерство сборной областного центра. Ребята спортивные, много лидеров команды. Поэтому будем стараться. Лидерство всегда тяжело удерживать, потому что все настраиваются победить. Все довольны, все с хорошим настроением, потому что фестиваль проводится раз в два года. Трудовые коллективы очень ждут этого. И чтобы посоревноваться, пообщаться и получить положительные эмоции. Общий командный зачет подводится среди больших и малых городов. В прошлый раз младшую категорию выиграли гайчане. Но тогда им помогали родные стены. Повторить успех будет нелегко. Здесь уже уровень, конечно, другой. Здесь уже и мастера спорта есть, и разрядники есть. Хотелось бы у них чему-то научиться, посмотреть, как они играют, так скажем, стреляют. Я не скажу, какие шансы, но у нас сильная команда. Многу теннисистов точно знаю, что наши теннисисты могут составить очень достойную конкуренцию. Как обычно, соревнования разнесены по всем аренам города. Сейчас Оренбург предоставил участникам шесть залов и площадок. По итогам фестиваля будет сформирована сборная области, которая в середине августа отправится в Пермь на Всероссийскую спартакиаду трудящихся. Анатолий Юденич, Игорь Бероев. Новости дня. На этом все. Напоминаю, что еще больше информации вы можете узнать на нашем сайте орттв.ру, а также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8987 852 6011. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.